В прошлом веке компания Sony была настолько инновационной, а ее продукты были настолько качественными и стильными, что обладание гаджетом от этого бренда приносило ощущение сегодня сравнимое, разве что с верой в исключительность продукции Apple. К слову сказать, сам Стив Джобс тоже был высокого мнения о технике Sony, потому что островная клавиатура в компьютеры Apple перекочевала именно из ноутбуков в Ayo. Да и вообще, нарочито футуристичный язык дизайна гаджетов японского техногиганта ушедшей эпохи был невероятно сильным и при этом совершенно практичным. Мне в 2000-е довелось владеть и кассетным плеером Walkman, и телефоном Sony с колесиком Jog Dial, и КПК Sony Klee, но, к сожалению, все это осталось в прошлом. Сегодня большинство людей живет в совершенно другой реальности. Прямо на наших глазах закончилась эпоха всяких Walkman, Handycam, фотомыльниц, VHS-проигрывателей, музыкальных центров, iPod'ов и всяких пейджеров, где все это сейчас находится. Время этой техники просто истекло, и все это теперь человеку заменяет смартфон. Причем он прижился настолько хорошо, что не только наши родители, но и даже многие бабушки и дедушки с радостью сидят во всяких мессенджерах и соцсетях как минимум по несколько часов в день. Мы, конечно, не говорим про профессиональную технику, потому что там до сих пор во многих сферах пользуются довольно-таки устаревшими гаджетами, которые все еще служат своих задачам. Но если бы я, например, сейчас себя записывал не на профессиональную камеру, а вот так вот прямо на смартфон, большинству людей и такого качества было бы достаточно, особенно если бы я при этом записывал голос не на микрофон и смартфона, а, конечно же, на внешний микрофон, потому что так я звучу гораздо более убедительно. Однако речь не об этом. Дело в том, что раньше для каждой отдельной зрачей существовало специализированное устройство, максимально эффективно эту зрачу решавшее. То есть звонили мы с телефонов, музыку слушали с плееров, фоткали на фотоаппараты, видео записывали на видеокамеры, смотрели кино, свеча с кассет, имейлы отправляли с компьютеров и так далее. И прикол в том, что Sony каждая из этих устройств разрабатывала и производила от и до полностью на своих мощностях. За каждым из этих устройств была история разработки, команда. И вот это вот все дело Sony одной из самых великих компаний, когда-либо существовавших, потому что у Sony были компетенции практически во всех сферах человеческой жизни, от развлечений до работы в самых интересных областях. Конечно же, гонка технологий — дело непростое. За время эволюции смартфонов огромное количество игроков сошло с дистанцией. Три традиционных системы — Windows Phone, Symbian, PalmOS, которая потом переросла в WebOS — сошли с дистанции и не выдержали конкуренции. Огромное количество игроков сошло с рынка смартфонов. LeEco, Smartisan, да и в конце концов огромный игрок LG тоже вышли из рынка смартфонов, потому что это дело непростое. Но смартфоны Sony все еще с нами. Sony, которая единолично разрабатывала каждый из тех гаджетов, из которых сегодня эволюционировал смартфон. Sony, которая была с нами на каждом этапе этой эволюции и не только отвечала на запросы рынка, но и создавала новые рынки своими инновациями, сегодня предлагает Xperia 1 Mark VI как то, что должно стать для обывателя желанным спутником на каждый день. Пользуясь Xperia, Sony Boy будет играть в Call of Duty, переписываться с зафранзонившей его санитаркой, пропускать звонки от босса, слушать музыку, а главное — делиться этим всем в соцсетях. Вроде бы логично, правда? На презентации каждой Xperia представители Sony с гордостью рассказывают нам о своей богатой истории. Из этого нам предлагается сделать вывод, что они-то уж точно знают рецепт удачного смартфона. По их словам, экраны Xperia не иначе, как правнуки тех самых мега популярных телевизоров Sony. Аудиоразъем Xperia роднит их не только с Вокменами, с которых раньше слушали музыку, но и со студийной аудиотехникой Sony, ведь сюда тоже можно подключить микрофон. В конце концов, камеры Xperia, заряженные технологиями от Sony Alpha, этих самых беззеркалок, уходящих корнями в кониками нольту. Они ведь крутые, правда? То проблема в том, что все эти рекламные заявления и вся эта мишура, к сожалению, не имеют никакого отношения к реальности. Взять, например, камеры. Вы наверняка видели зарубежные обзоры на Xperia, в которых нам демонстрируют красивые фото и видео, снятые на закате, яркие локации, симпатичные женщины. Например, тот же самый Оля Нильсен, которого мне постоянно в пример, когда я показываю, хреновые фоточки из Xperia кидают. Так вот, вопрос. Неужели непонятно, что красивые локации, симпатичные женщины на хорошем свету будут нормально выглядеть, даже если их сфоткать на спичечный коробок? Это называется пинхол. Делают в спичечном коробочке дырочку, иголкой туда вставляют пленку, и это называется пинхол фото. И вот даже вот так вот снять красивую женщину, там, не знаю, на рассвете, на закате, в яркой локации, это будет замечательное фото, потому что главное, что снято, а не на что. И до многих это не доходит. Когда они видят красивые фоточки из Xperia, у них возникает такое ощущение, что красиво можно снять только на Xperia. Нет, красиво можно снять, если вы найдете красивую женщину, красивую локацию, приведете ее туда в хорошее время дня, с хорошим светом, и вы ее там снимете. И вопрос, а в чем тогда заслуга камеры? Так вот, в этом-то и вся загвоздка, потому что хорошая камера должна позволять снимать в большем количестве сценариев с меньшими трудозатратами. И вот Vivo мне это позволяет, потому что благодаря крупным сенсорам, которые улавливают больше света в большем количестве сценариев, благодаря продвинутым алгоритмам, я могу снимать ребенка в помещении без студийного света, и он у меня получается четким. А на Sony, потому что там крутые у нас технологии от Sony Alpha, получается вот такая вот мазня. И у меня вопрос, я должен, значит, снимая ребенка не как фотограф, не в студийных условиях, а как батя, как попало, в бытовых условиях подбирать настройки, да? Нет, я, конечно, как любитель фотограф, знаю, какие настройки нужно было подбирать, но вот я честно скажу, у меня нет на это ни времени, ни желания. Для таких вещей у меня есть, в конце концов, нормальная камера с дешевым офисным светом, у которого плохая цветопередача. Милые девушки на Xperia будут получаться вот так вот. И в чем заслуга Xperia-то, блин, технологии Sony Alpha? Нет, я, конечно, понимаю, мне сейчас напишут в комментариях, мол, нужно было ручной баланс белого использовать. Да я знаю, можно было в ручных настройках ковыряться, можно было в RAVI сфоткать. Но в чем в таком случае заслуга Xperia? Это все я своими руками делал. Вот взять, например, камеры, да? Вот этот вот Fuji древний, например, X-H1, в 2017 году, когда он только вышел, был чуть ли не единственным кропом на рынке с логарифмическим профилем и с матричной стабилизацией. И на него можно было снимать кино. Конечно, слабенький автофокус и все такое, но у него единственного был матричный стаб и хороший логарифмический профиль, за счет чего можно было вытянуть просто шикарный динамический диапазон для кроп-камеры. И это были прям киллер-фишки, которые выгодно отличали Fuji от всех остальных камер на рынке. А вот что такого дает Sony, чего не дают другие смартфоны? Ручной режим, что ли, блин, он вообще у всех практических смартфонов, наверное, кроме айфонов, присутствует. Да и то на айфонах то, что его из коробки нет, слегка компенсируется наличием десятков крутых сторонних приложений, которые по удобству и простоте вообще превосходят все, что есть на рынке андроид-смартфонов. Да, конечно, по качеству андроид-смартфоны все еще снимают лучше, видео, фото можно получить лучше на андроид-смартфоны, бесспорно. Но то, насколько просто можно получать классные фото и видео на айфоне, это тоже классная фишка. То есть человек, которому не нужно разбираться во всех этих тонкостях, просто устанавливает сторонние приложения, выбирает разрешение, формат и нажимает на кнопку снять. И все, он фокусируется на творчестве, а не вот на этой дрочи с ручными настройками. Плюс, эти самые ручные настройки не компенсируют маленький размер матриц. Здесь вот в этом Vivo, в телеобъективе, размер сенсора такой же самый, как основная камера в Xperia. Ручные настройки не помогут захватить больше света в тенях, больше света в условиях недостаточного освещения, они не помогут вам захватить. Ручные настройки не исправят мыльную оптику, из-за которых пейзажи на Sony не поснимаешь даже днем. И, блин, это просто вынос мозга. Купив новую камеру взамен старых, я получил большую автономность, более плавную стабилизацию, более точный автоматический баланс белого, более широкий динамический диапазон, больше кадров в секунду. И все это вкупе позволило мне снимать в большем количестве условий, большее количество сюжетов, чем раньше, с меньшими трудозатратами. И в этом заключается прогресс. Я могу снимать больше, чем раньше, с меньшими трудозатратами. Но покупая Xperia, мы возвращаемся в каменный век, потому что снова нужно прибегать к ручным настройкам. Я, конечно, не спорю с тем, что понимать ручные настройки и вообще теорию фотографий очень важно, особенно если человек действительно претендует на то, что он любит фотографию. Потому что есть огромное количество правил, которые хочется нарушить. Но чтобы их нарушить, нужно эти все правила на зубок знать. И тем не менее, на Vivo или какой-нибудь другой китайский смартфон я без проблем могу снять какую-нибудь бытовуху. И бытовуху на смартфон обычно снимают чаще, чем постановочные фотки. Для постановочных фоток есть камеры, потому что постановочное фото это в первую очередь подготовка. А когда ты готовишься, уже нет никакого труда все-таки взять с собой камеру. Мы на смартфонах в основном снимаем бытовуху. Давайте будем честны. И бытовуха должна на смартфон хорошо получаться. Для постановочных фото есть камера. А нам Xperia предлагают в качестве замены камеры, но уже даже камеры в авторежиме снимают нормально. И в этом парадокс. Даже камеры в авторежиме снимают нормально. А на Sony в авторежиме, чтобы получить качественный снимок, придется снимать только портреты в золотой час или днем в студийном освещении. И естественно с небольшого расстояния. Также мы можем нормально снимать архитектуру и пейзажи на ширике. И только на хорошем свету. Как только света будет чуть мало, все, сенсоры у нас маленькие, алгоритмов нет и мы в жопе. И вот это называется технологией Sony Alpha. Та же самая история и с оптикой Zeiss с просветлением, которая на Vivo почему-то справляется с боковыми засветками и бликами. А на Sony что-то плохо. Та же самая история и с нитами яркости экранов. И с децибелами громкости динамика. Все эти рекламные всякие заявления давно уже никак не транслируются в реальный пользовательский опыт. А он в свою очередь зависит от того, насколько легко на смартфоне сделать конкретные вещи. Допустим, записать голос. На любом китайском смартфоне, на айфонах, на самсунгах, из коробки есть классное, удобное приложение диктофона. Да, возможно, оно не всегда записывает голос в максимальном качестве, но оно там есть. Здесь из коробки нет диктофона. Он раньше был, но теперь больше нет. Кстати, я записал в прошлом году ролик о 15 функциях Xperia, которые были выдвинулены. Если вы этот ролик все еще не посмотрели, обязательно зацените. Так вот, здесь из коробки есть только 24 предустановленных приложения, из которых половина — это гугловский хлам, который и так можно было бы из плеймаркета без проблем скачать. А вот действительно важные вещи, которые, кстати, Sony недавно все-таки сделала. То есть диктофон, приложение для монтажа, вот всякие прочие фишки, их из коробки здесь почему-то нет. И можете написать, ну почему ты не скачаешь эти приложения? Ну, во-первых, дело в том, что легально эти приложения из плеймаркета, будучи россиянином, скачать нельзя. Вот так вот. Во-вторых, скачать диктофон. Напишите мне в комментариях, каким диктофоном вы пользуетесь на Sony, если вы владелец Xperia. В 21 году, тестируя Xperia 1 Mark III, я был вынужден потратить два дня на поиск удобного мне приложения диктофона, которое записывает звук в максимальном качестве. Так вот, я скачал штук 30 бесплатных диктофонов, штук 15 платных перепробовал, нашел в итоге одно приложение, которое мне понравилось. Оно и дизайном классным меня порадовало, и функционал там был надежный. В общем-то, я с 22 года это приложение скачать больше не могу легально, потому что где-то там произошли изменения, которые влияют на то, что я, который живет в Китае уже который год, у меня здесь жена, ребенок, я не могу скачать это приложение и записать голос на Xperia. Любой китайский смартфон за 200 долларов этим функционалом меня обеспечивает. Sony нет. Почему это должно быть моими проблемами? За такие-то деньги. Ну и раз уж мы взялись за диктофон, было бы некрасиво закрыть тему, не раскрыв его перед этим до конца. Дело в том, что Sony пару лет назад все-таки выкатили приложение, при помощи которого Sony Boy будет записывать свой голос, гитару и прочую всякую треберень, но проблема в том, что это не замена обычному диктофону, потому что это неудобно, это профессиональная звукозаписывающая студия, а не диктофон, на которых удобно на ходу делать голосовые заметки. Я сейчас наглядно все это покажу, и в первую очередь проблема этого приложения в том, что его, блин, из коробки нет. Это Music Pro, его нужно скачивать из Play Market, вот это вот приложение, и многие даже не знают из-за того, что его из коробки нет, о его существовании. Но это только полбеды. Мы сейчас послушаем, как Music Pro записывает на микрофоны Xperia 1 Mark 6 голос, сравним все это дело с аудиорекордером на Xperia XZ Premium, конечно же, сравним это все дело с Vivo X100 Ultra, моим любимчиком, и чтобы вы не подумали, что я вас пытаюсь как-нибудь обмануть, вот смотрите, все эти вот у меня кусочки голоса, это вот записано на Vivo, это записано на Xperia, это все лежит на дорожке номер 3. Вот у меня дорожка номер 1 с эффектами, дорожка номер 2 с эффектами, дорожка номер 3 без эффектов. И вот я выделяю этот кусочек, смотрим сюда в настройки, и вот здесь вот эффекты сереньким горит, то есть нет никаких эффектов на всех этих кусочках. Вот у меня XZ Premium тоже без эффектов, и вот кусочек с Xperia 1 Mark 6. Тоже никаких эффектов не накинуто, потому что я предчувствую, что некоторым из вас сейчас очень не понравится то, что они услышат. Но, ребята, я вам показываю все как есть. Ничего не приукрашиваю, слушайте и наслаждайтесь. Запись голоса на Vivo X100 Ultra. Vivo X100 Ultra. Вот так звучит голос на Vivo X100 Ultra. Запускаем приложение, соглашаемся, нажимаем запись. Вот так вот записывается голос на Xperia XZ Premium. Запускаем приложение Music Pro. Смотрим на логотип. Хорошо. Далее, далее, далее. Ясно. Я согласен, я согласен. Далее. Разрешить, разрешить. Окей, все. Это делается только в первый раз. Окей. Хорошо. Заходим. Новый проект. Аудио. Окей. Окей. Так. Добавить дорожку. Добавить. Больше не показывать. Больше не показывать. Окей. Блин. Вокал. Хорошо. Окей. Вот, наконец, можно записать голос на Xperia 1 Mark 6. Вот так вот звучит голос на Xperia Mark 6. Vivo X100 Ultra. Вот так звучит голос на Vivo X100 Ultra. Вот так вот записывается голос на Xperia XZ Premium. Вот так вот звучит голос на Xperia Mark 6. Vivo X100 Ultra. Голос на Xperia 1 Mark 6. Если ты фанат Xperia и тебе сейчас не понравилось то, что ты услышал, я тебе объясню, почему ты не прав. Ты должен рукоплескать стоя. Ты должен радоваться, что Sony тебе дали абсолютно чистый исходник. И смотри, здесь написано глубина битых 32 бита с плавающей точкой. Ты должен понимать, что это значит. Ты должен в этом разбираться по мнению инженеров Sony. 32 бита с плавающей точки на самом деле это очень круто. Если я применю к этому своему голосу сейчас кучу всяких эффектов, компрессию, эквалайзер. Послушай, как это звучит. Голос на Xperia 1 Mark 6. Голос на Xperia 1 Mark 6. Vivo X100 Ultra. Вот так звучит голос на Vivo X100 Ultra. Голос на Xperia 1 Mark 6. Но все это на самом деле лирика, потому что никому нахрен не сдались все эти танцы с бубном, если ему нужно просто делать голосовые заметки на ходу. Тем более, что вот это вот приложение Music Pro банально недоступно в нашей, блин, стране. В большой хинеобъятной. Конечно, можно было бы начать с того, что Xperia в принципе не так-то и легко купить. Потому что в огромном количестве стран они сейчас легально не продаются. И поэтому, если уж человек решил связать свою жизнь с Xperia, приобрести ее всякими там окольными путями, серовозами, то он к таким сложностям должен быть готов. И в принципе, я бы согласился с этим аргументом, если бы не тот факт, что даже в тех странах, где Xperia легально продаются, все равно из Play Market нужно скачивать уже после активации смартфона все эти важные для фото-видеосъемки приложения. Это просто невообразимо. Это называется пользовательский опыт. И вот именно вот такой пользовательский опыт ожидает покупателей Xperia. Справедливости ради Google Photos, которых на Xperia уже много поколений подряд поставляются в качестве фотогалереи, уже можно, в принципе, считать полноценной заменой альбома от Sony, потому что все функции, которые здесь есть, теперь уже бесплатны, а не как это было во времена Xperia 1 Mark 4, платно. К сожалению, волшебный ластик все еще не настолько хорош, как на китайских смартфонах. Вот попытаемся эту женщину вот так вот выделить и удалить. Нормально ли он ее закрасит? Ну, далеко не настолько хорошо, насколько это делал Huawei. Ну и видео здесь обрабатывать не настолько же удобно. Вот сейчас попробуем несколько видосов выделить вот так вот, выделяем раз, два, три, и пытаемся это все дело собрать в один ролик, видео вспоминания делать только через облако. Ну, это ни в какое сравнение с тем, насколько это все делается удобно на китайских смартфонах. Sony, конечно же, здесь сделали отдельное приложение, которое называется Создатель видео, но все равно в этом приложении все реализовано не настолько же удобно, как это сделано в китайских смартфонах. Конечно, есть пользователь для редактирования, можно добавить музыку из облака, все это, конечно, здорово, но не настолько же удобно, как это сделано на китайских смартфонах, которые появились на рынке, дай бог, 5-10 лет назад, которых и в помине не было, как раз Sony разрабатывала все эти устройства, из которых сегодня и эволюционировал смартфон. В конце концов, другие бренды К смартфонам в этом ценовом сегменте предлагают целый спектр экосистемных компаньонов Наушники, часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочие устройства умного дома Sony, конечно, предлагает связь с PlayStation Можно подключать Xperia к камерам Sony по шнурку Но любой другой смартфон при помощи переходника за 1000 рублей и приложения с Play Market Тоже можно превратить на камерный монитор Поэтому говорить о том, что это какая-то прям уникальная экосистемная фишка Лично я не могу Для этого покупать именно Xperia не нужно Зато Xperia отлично зайдет любителям рекурсии Sony же предлагают использовать Xperia в качестве накамерного монитора Так и для Xperia существует уникальный аксессуар, который называется влоговый монитор То есть, Sony сделали влоговый монитор для накамерного монитора Чтобы пока вы себя записываете на монитор, вы смотрели в отдельный монитор Аксессуар хоть и дорогой, но очень и очень классный Поэтому в качестве минималистичного комплекта для влогов Это, наверное, идеальный вариант при всей его дороговизне Даже учитывая, что мне не всегда нравятся цвета, которые я получаю на Xperia Но это все легко на посте можно поправить Поэтому да, дорого, но очень удобно К тому же Sony не забывает про такую маленькую, но очень важную деталь Как индикация подключения к смартфону микрофона На самом деле Sony есть еще за что похвалить Например, за звук из динамиков Он в этом поколении стал еще более громким И еще более ровным, чем раньше И учитывая, что динамики здесь фронтальные То есть дуют в лицо пользователю, а не в стороны Как у большинства других смартфонов Меньше риск перекрыть динамики ладошками или пальцами Если вы играете или смотрите какой-нибудь ролик Конечно, по громкости оно все еще уступает лидерам рынка Но теперь звук уже абсолютно точно не третьесортный, как раньше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выводы, которыми я сейчас с вами поделюсь Я сделал, прослушав большую выборку Чем то, что я вам сейчас продемонстрировал И, на мой взгляд, динамики Sony Разве что уступают вот Vivo по середине Потому что звук немножко как из бочки Немножко выпечена нижняя середина Из-за чего голос звучит немножко громче Но при этом как из бочки У Vivo частотный диапазон немножко ровнее И чуть больше баса Ну и, конечно же, и Vivo, и Sony Уступают Samsung по громкости И таким лидерам рынка, как Huawei И iPhone по всему остальному То есть там и баса больше, и более четкие верха Но, согласитесь, по динамикам Это уже значительно лучше, чем было раньше И, конечно же, за это мы ставим палец вверх Еще одна вещь, о которой Sony К моему превеликому удивлению В этом году на презентации Xperia не собрали Так это то, что они прокачали аудиоразъем Они его, конечно же, прокачивали и в предыдущий раз И в позапрошлый, и все до этого разы Но именно сейчас они его прокачали так Что разницу не нужно выискивать с микро... С микрофон? В общем, разница бросается в уши Я, значит, сравнил звучание аудиоразъема Xperia И с Vivo X90 Pro Plus, оснащенным ЦАПом CS43131 И посравнивал я звучание Xperia с вот этими донглами Которые у меня есть Это у меня, значит, Айбасу DC05 Такой довольно бюджетный ЦАПик И есть вот такой вот крупнокалиберный Шанлинг УА4 И результаты просто выносят мозг Дело в том, что Xperia в этом году по громкости Не уступает вот этому вот крупнокалиберному ЦАПу Конечно, по детальности звука Xperia уступает не только этим ЦАПам Она уступает даже Vivo, потому что в Vivo все-таки есть полноценный ЦАП Да, он мобильный, но это все-таки ЦАП, который дает чуть большую детализацию баса Чуть большую детализацию верхов Но по громкости Vivo не способен прокачать вот эти вот лопухи А Сонька может И большинство людей не услышат разницу в детализации А вот то, что наконец-таки их большие лопухи можно будет подключить к Соньке проводом И эти лопухи будут прыгать у них на голове от баса Это услышат все И поэтому, да, я как меломан, конечно же расстроен, что они прокачали только громкость Но это уже большой шаг вперед для Xperia Потому что все предыдущие Соньки не были способны даже некоторые затычки прокачать Кстати, с подбором наушников и ЦАПов мне помогал Антон Болотников с канала Netbox За что ему огромное спасибо Также Sony не наврали нами о том, что они установили в новую Xperia более яркие экраны Наконец-то! Это такое долгожданное изменение! Все предыдущие Xperia на солнце слепли моментально Теперь Сонька не только оснащена более ярким экраном Она ее еще и удерживать в сравнении с некоторыми конкурентами может довольно долго Это очень и очень круто Осталось только дождаться, чтобы Sony начали устанавливать такие же яркие панельки в камеры Sony Alpha Потому что там с этим сейчас такая же самая беда, как и на старых Xperia Но, к сожалению, приобретя в яркости, мы потеряли в разрешении, которое опустилось от неполноценных 4K до неполноценных Full HD Почему неполноценных? Потому что Pentile Если вы не знаете, что это такое, посмотрите, я снимал на эту тему отдельный ролик Там все наглядно, красиво, понятно объясняю, где и как нас производители на цифрах обманывают То, что разрешение экрана новой Xperia упало в 4 раза, это действительно очень и очень обидно Это реально очень серьезная имиджевая потеря, потому что 4K и Full HD отличаются в 4 раза! В 4, блин, раза! Можно было поставить 2K Никто не мешал им поставить 2K-монитор в эту Xperia и никто бы не придирался 2K это, в принципе, нормально, средняя температура по больнице Но Full HD С другой стороны, вот честно, я попользовался этой Xperia и скажу, что на практике вы не ощутите этого падения в разрешении Никак вообще! Делаешь маленький шрифт, делаешь маленький масштаб интерфейса и все четко Вот все реально хорошо выглядит В отличие от Vivo X100 Pro, на котором мне реально не хватало разрешения Там тоже Full HD, но там почему-то мыло какое-то в интерфейсе вылазит Шрифты с лесенками, здесь все четко и красиво выглядит Поэтому та же самая история, что и со звуком Разницу в качестве звука услышат единицы Но то, что звук стал громче в 2 раза, услышат абсолютно все Вот такая же самая история с экраном То, что здесь подняли яркость значительно, увидят абсолютно все А то, что упало разрешение, увидит пара человек, у которых глаз алмаз Поэтому я особо по этому поводу страдать больше смысла не вижу В тесте удержания яркости на солнце Сонька поначалу горела настолько ярко, что я же удивился Съемка велась в HDR режиме в 4K30 на основную камеру Но удерживать высокую яркость долго Xperia не смогла Уже к третьей минуте Сонька была темнее, чем позапрошлогодний Vivo X90 Pro Plus Но затем произошло непоправимое Сильный порыв ветра уронил штатив со смартфонами прямо на штатив с камерой И вся техника кубарем полетела прямо на тротуар И очень сильно покоцалась Сонька, кстати, пострадала больше других Потому что она, видимо, сделана из переработанных жестяных банок В общем, материал очень мягкий Как видите, вот здесь загиб такой сильный Остальные смартфоны пострадали чуть поменьше Но, тем не менее, я не смогу уже их по нормальной цене после обзора продать А вот эта Сонька вообще была куплена под заказчика За что ему огромное спасибо Он мне эту Соньку для тестов разрешил использовать Но, естественно, увидев эти повреждения Он не согласился даже на очень большую скидку И мне теперь ему придется покупать новую Соньку Слава богу, несмотря на то, что эта лимитка Они на складах все еще в небольшом количестве остались Но все эти непредвиденные расходы теперь легли на мои плечи И мне приходится просить вас о поддержке Речь, конечно же, не идет о донатах за мои кривые руки Я свои кривые руки сам буду оплачивать Но я напоминаю, особенно тем, кто здесь впервые Что единственный способ монетизации моего канала Это продажа техники из Китая У меня есть магазин XFC Store Где вы можете заказать ноутбук, планшет, телефон, наушники какие-нибудь И желательно, конечно же, оптом Потому что оптом будет дешевле, выгоднее Особенно, если у вас есть магазин Или знакомых, у которого есть магазин Возможно, я даже смогу предложить более выгодные условия Чем те, на которых вы сейчас технику из Китая заказываете В любом случае, пишите менеджерам Ссылочки на которых будут в описании к этому ролику Или прям мне А я, немного придя в себя и остудив смартфон И прогнал тест во второй раз Сонька снова держала очень высокую яркость в самом начале Даже сбрасывала ее медленнее Samsung Но конечная яркость снова оказалась самой низкой На четвертой минуте Sony пожаловалась, что ей слишком тепло И выключила часть функций К чести Sony скажу, что остальные смартфоны после такого нагрева Обычно просто начинают дропать кадры Я об этом говорю редко, потому что для тех, кто видео не монтирует Выпавшие кадры, не проблема Однако Sony в данной ситуации заблаговременно пользователя предупреждает На пятой же минуте Sony останавливает съемку от перегрева Обидно, который год одно и то же Но теперь на экране хотя бы что-то видно Однако нужно отдать Sony должное Это один из самых ярких экранов на рынке Да, смартфон все еще может перегреться во время видеосъемки на солнце В яркий солнечный день На тропическом острове Однако я уверен, что жители большинства более холодных регионов С такими проблемами не столкнутся Поэтому если смартфон использовать как средство связи Экран будет удерживать максимальную яркость И перегреваться там нечему Я уверен, многие от этого будут в восторге Потому что такой высокой яркости от экрана Xperia Я уверен, никто не ожидал Также Sony прокачали и второстепенные параметры Такие как шлейфы Потому что на Xperia 1 Mark 3, 1 Mark 4 При прокрутке списков за белыми буквами были видны шлейфы Особенно при использовании черной темы Это прям бросалось в глаза Теперь никаких шлейфов нет Также на предыдущих Xperia в приложениях с однородным темным фоном При низкой яркости по периметру экрана Были видны фиолетовые и зеленые туманности Теперь с этим все тоже в полном порядке Никаких подобных артефактов на новой Xperia К счастью, больше нет Однако самый простой способ борьбы со всеми этими артефактами Это задрать шим Что, к сожалению, инженера Sony и сделали На максимальной яркости коэффициент пульсаций у Sony составляет 40% И это в то время как безопасным считается значение в 15% Такой коэффициент пульсаций сохраняется в диапазоне яркости от 100 до 60% по шкале доступной пользователю Чуть позже объясню, почему я акцентирую на этом внимание Если опустить яркость где-то до середины, то пульсации подскакивают до 100 и выше процентов На яркости в районе 40% пульсации достигают рекордных 120% Это очень плохо, даже если вы не верите в шим У вас от этого экрана глаза все равно будут уставать быстрее, чем от экранов с менее агрессивными пульсациями При понижении яркости дальше пульсации падают Но ничего ободряющего, потому что значения все еще слишком большие Чтобы у вас никак это на глаза не влияло При совсем низкой яркости пульсации тоже опускаются до вполне комфортных значений Но при таком уровне яркости даже в темной комнате без света вы все равно особо ничего не разглядите на экране Есть костыль, однако, который немножко эту ситуацию исправляет Приложение Screen Dimmer Заходим в него и устанавливаем значение физической яркости на 50% Оно как раз соответствует 60% на шкале доступной пользователю Это приложение можно настроить по своему вкусу Я сделал так, что в панели уведомления у меня вместе с вот этим вот ползунком яркости Есть кнопочка, при помощи которой можно включить и отключить автояркость Можно приостановить работу приложения и делать скриншот Зачем это нужно? Так как при яркости ниже 50% у нас затемнение экрана происходит при помощи натягивания поверх экрана серой маски И чем меньше яркость, тем темнее эта самая серая маска И если вы будете делать скриншот стандартным образом, то вот эта самая серая маска у вас будет видна на скриншоте Из этого скриншоты будут темными Поэтому кнопочка скриншота здесь, к сожалению, необходимая Но на что не пойдешь, чтобы пользоваться любимой Сонькой Ведь смартфон-то нравится, но глаза болят Поэтому приходится вот такими вот костылями пользоваться Кстати, я этими костылями еще на Самсунге пользовался Потому что без этого приложения у меня на яркости ниже 40% от него тоже уставали и очень болели глаза Здесь такая же самая проблема, но при помощи этого приложения, в принципе, смартфоном уже можно пользоваться Заряжается Xperia относительно медленно От яблочного адаптера питания она зарядилась, как и обещано, за полчаса на 50% При этом нагревшись до 39 градусов На следующие 10% ушло 7 минут Еще 7 минут ушло на засяжение 70% заряда И за еще 7 минут заряд пополнился до 80% Дальше процесс замерзался в два раза С 80% до 90% Xperia заряжалась 14 минут А с 90% до 100% за еще 22 минуты Условно сотню Сонька взяла за полтора часа При этом смартфон продолжал заряжаться еще 16 минут И потребление полностью прекратилось аж на 103 минуте Зато с автономностью у Соньки все превосходно Там, где Vivo выдает 7,5 часов экрана, Sony спокойно выдает 9 И это с постоянно включенным VPN, с музыкой по Bluetooth И прочими гадостями жизни, такими как Camiga Видоискатель на Sony Xperia 1 Mark 6 Мой красный красавчик Смотрите, какое замечательное у нас поведение Поворачиваться-то он поворачивается Но при этом картинка замерла Обидно? Очень обидно Ну вот как это называется? Это называется флагман Sony, мои друзья Флагман Sony Проводя ежемесячное тестирование детей в школе Я записываю процесс общения с ними на фронталку в 4К30 И Sony эту банальную задачу завалила Сперва ей стало жарко В кондиционируемом-то помещении И она отключила некоторые функции Но не все так просто Я, чтобы сэкономить время, сразу же после записи выгружаю ролик И начинаю снимать следующий И не нужно мне писать, что так делать нельзя Это смартфон, в конце концов, или как? На Самсунге с этим проблем не было Айфон так умеет Oppo, Vivo, Huawei Все, что я тестировал, с этим прекрасно справляется Но только не Sony Я чуял жопой, что Сонька подведет Но надеялся, что этого не произойдет Однако после выгрузки очередного ролика Сонька сказала, что ей нужно остыть Чтобы закончить тест наверняка Я включил авиарежим Я отключил стабилизацию Я переключил разрешение в Full HD Потому что все равно при отправке родителям этих роликов в мессенджерах Они будут пережаты Но сама потребность все это делать В 24-м году на флагмане Это просто какое-то издевательство Ну и на всякий случай для протокола Вот так вот видео на фронталку В 4К30 без HDR пишет Vivo X100 Ultra А вот это у нас Xperia 1 Mark 6 Напоминаю, без HDR в обычном 4К30 Если мы хотим получить более широкий динамический диапазон Мы должны остановить видеосъемку Вот так вот идем в настройки Здесь выбираем в меню HDR Возвращаемся обратно И вот теперь у нас картинка уже будет с HDR Еще раз смотрим на всякий случай Вот так вот выглядит картинка с HDR И без HDR На Vivo HDR включается вот таким образом Раз, два И это обычный HDR Без всяких REC 2020 Без необходимости монтировать это видео Просто одной кнопкой включили HDR У нас получается более расширенный динамический диапазон Но при этом мы чуть-чуть потеряли в детализации На мой взгляд это реализовано гораздо понятнее И гораздо удобнее для конечного пользователя Потому что на Sony вам придется монтировать это видео Потому что если вы отправите вот это вот REC 2020 Кому-нибудь в Telegram или WhatsApp Оно у вас там не будет нормально отображаться А вот с Vivo будет Да и в конце концов флагман на той флагман Чтобы в нем было максимальное количество технологий и функций Закрывающих потребности максимального количества пользователей И поэтому у меня возникает вопрос В конце концов женщины тоже пользуются флагмой Почему на фронталке Sony я не могу зазумить А вот на Vivo, который стоит еще и дешевле Я мало того, что могу вот так вот зазумить до 2х И отойдя назад получить более приятные пропорции Так здесь еще и разблокировка лицом на этой фронталке реализована И она реально упрощает жизнь А на Xperia из биометрии только дактилоскоп И это когда-то было революцией 8 лет назад во времена Xperia Z5 Но с тех пор многое изменилось И в отрыве от прочего я конечно могу согласиться с тем Что вот такой вот боковой дактилоскоп допустим Удобнее чем дактилоскоп у нижней грани экрана Оптический на Huawei За который я Huawei и чмырю Потому что это действительно неудобно Вот так вот нужно перехватывать, раскоячиваться Но на Huawei есть разблокировка лицом Которая как бы сглаживает этот недостаток И поэтому блин с одной стороны да Разблокировка пальцем здесь действительно удобно Берешь смартфон, подносишь кольцу Палец ложится на дактилоскоп и удобно Но достаточно его чуть-чуть намочить Ваш большой палец И все, эта разблокировка уже не работает И тут как раз бы разблокировка лицом и выручила Но ее здесь нет Кстати в какой-то момент на старых соньках Была разблокировка лицом При помощи гугловых библиотек Но ее со временем выпилили и все И конечно же дело в безопасности Да не нужно мне рассказывать про безопасность Если товарищу майору понадобится от вас какая-то информация Охранящаяся в вашем смартфоне Он воспользуется ректальным криптоанализатором И вся эта безопасность полетит сами знаете куда Поэтому если кому-то действительно понадобятся ваши данные Они их достанут Нет никакой безопасности мифической Поэтому все эти системы безопасности биометрической На самом деле сделаны для того Чтобы вы в свой смартфон залазили без проблем А для посторонних чтобы залезть в ваш смартфон Это было проблемой И вот такой вот боковой тактилоскоп в боковой грани Решает эту проблему только наполовину Зато с вибрацией у Xperia все Просто первоклассно При наборе текста тактильная отдача Прям-таки долбит обратно по пальцам Но это прикольно Если кому-то не нравится Можно убавить этот эффект настройках клавиатуры Плюс из-за того что экран стал более широким Сам набор текста стал более комфортным чем раньше С более вытянутыми экранами Кстати меня удивило что на Sony сопровождается вибрацией Гораздо большее количество событий чем на других смартфонов Например регулировка громкости И кстати обратите внимание что громкость уведомлений Здесь регулируется раздельно Это огромный плюс На Samsung например почему-то регулировка громкости Вибрацией не сопровождается На Sony вибрацией сопровождается прокрутка приложений В списке последних запущенных Так реализовано еще на Oppo и на OnePlus На Samsung этого почему-то нет На Sony вибрацией также сопровождается вход в список всех приложений На Samsung только вход в список последних запущенных приложений Но на Sony это тоже есть На Samsung почему-то регулировка громкости через боковую панель Вибрацией не сопровождается На Sony сопровождается На Sony даже при зуме в галерее есть тактильный отклик Зато на Samsung в приложении камеры гораздо больше тактильной отдачи чем на Sony И она гораздо более разнообразная и приятная На Sony в приложении камеры в авторежиме почему-то нет никакой тактильной отдачи Даже если включить тактильный отклик в настройках Он так здесь называется Видите есть вибрация при возврате назад Но ни при тапе в экран Ни при тапе по фокусным расстояниям При переключении модуля нет никакой тактильной отдачи Даже если скролить это самое колесо зума Слышен только хруст оптического стабилизатора Который паркует оптику в модуле И больше ничего Вся тактильная отдача в приложении камеры Sony Сосредоточена в Pro режиме Здесь и изменение яркости И включение и отключение разных опций И регулировка выдержки и все остальное Тактильной отдачей сопровождается Но только в Pro режиме Интерфейс приложения камеры на Xperia 1 Mark 6 Претерпел серьезные изменения в сравнении с предшественником И не в последнюю очередь это произошло Из-за изменившегося соотношения сторон Из-за чего, кстати, предыдущая версия приложения Допустим, Photo Pro Просто не запускается Cinema Pro, конечно, запускается Но тут же вылетает Ну, по сути, оно не работает И Video Pro, оно запускается И даже можно снимать Но только на основную камеру К сожалению, не работает никакая другая Если вы попытаетесь переключиться на другой какой-нибудь объектив Это приведет к вылету В общем, идем обратно в родную камеру И обращаем внимание на то, что здесь теперь есть карусель режимов Это я приветствую, потому что это логично Это привычно На смартфонах все привыкли к этому Здесь все уже давно обкатано Далее Вот этот вот инструмент, который предназначен для переключения между объективами Он работает непривычным мне образом Потому что перед тем, как переключаться То есть можно, конечно, тапать вот так вот И переключаться мгновенно между объективами Но если вы хотите зумить вот так вот свободно Вам нужно сперва нажать И когда откроется эта каруселька Уже тогда вы можете вот таким вот образом зумить Конечно, на самом деле вот это гораздо удобнее Но привычнее вот так вот Привычнее вот так вот зумить И наблюдать красивый, плавный подкат Как это сделано на большинстве китайских флагманов Здесь вот это переключение сделано, я бы сказал, топорно Оно не очень плавное Есть вот эти вот выпадения кадров Все это смотрится очень не круто И самое главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание Посмотрите, какая хреновая стабилизация в видоискателе Конечно, мы говорим о цифровом приближении в 21.3 Но можно было бы на таком приближении уже и стабилизировать нормально картинку И еще один момент Обратите внимание, какая четкая картинка в видоискателе Делаем снимок И вот как это выглядит на самом деле Зашарпленное, перешарпленное говно Не знаю, почему так В видоискателе все четко и классно Как мы делаем снимок Итоговый снимок хуже, чем то, что я видел в видоискателе Как это вот называется? По-моему, технологии Sony Alpha, блин В любом случае, пользовательский опыт, я бы сказал, что очень посредственный Вот это вот постоянно напрягает Нужно дополнительно тапнуть Потом стабилизация в видоискателе очень и очень хреновая Я понимаю, если бы мы говорили о приближении 3.5х Это оптическое приближение И здесь на стабилизацию в видоискателе нужно было бы кропнуть изображение Окей, 7.1, окей Здесь тоже нужно было бы кропнуть, потому что 7.1 тоже оптическое Но дальше-то у нас уже происходит цифровой зум Можно было бы использовать отрезанные поля на стабилизацию картинка Как это сделано на смартфонах типа Vivo Но нет, это у нас технологии Sony Alpha Будьте добры, получите, распишитесь Еще если бы я не пользовался сразу несколькими смартфонами одновременно Я бы не заметил, насколько стабилизация во время визирования на Sony плохая Картинка просто ходит ходуном, она какая-то дерганая, она дрожащая И это не замечаешь, пока не начнешь пользоваться параллельно смартфоном У которого всех этих проблем нет Сейчас я это все наглядно вам продемонстрирую Начнем со сверхуугольного объектива И просто вот смотрите, я панорамирую Какая-то картинка дерганая на Sony На Vivo все довольно плавно Переключаемся на основной объектив Здесь все немножко получше на Sony Потому что там оптическая стабилизация есть Она в некоторой степени компенсирует эту тряску в видоискателе Но тем не менее, все не настолько же плавно, насколько на Vivo Смотрим на двухкратный зум Здесь примерно одинаково Примерно одинаково О, самолетик летит Переключаемся на телеобъектив И здесь начинается самое ужасное Смотрите, какая картинка просто ужасная на Sony Все просто ходит ходуном Телефоны практически соприкасаются друг с другом То есть у меня руки вместе сведены Чтобы не было тряски дополнительной И то, насколько картинка плавная на Vivo И насколько она дрожит на Sony Это просто звездец какой-то Зумим дальше до 7,1 примерно Чтобы одинаково было, чтобы честно Давайте вот 7,5, хер с ним На автобусы Да что так сильно призумел, что ли? Вот так вот, да, одинаково будет Да нет, не одинаково В любом случае, вы видите Какая картинка ужасная на Sony И это оптический зум Давайте зазуем дальше Аж до 21,3 допустим, да? Вот, 20 Кстати, на Vivo появилась вот такая коробочка Которая демонстрирует На что вы навели видоискатель Чтобы проще было визироваться В общем, это трэш какой-то Это просто неюзабельно В сравнении с Vivo Sony тупо не знают Как должна работать камера На таких коэффициентах приближения Вот нормальная стабилизация на Vivo Вы все видите своими глазами На всякий случай Демонстрирую вам, чтобы вам не казалось Что я как-то там телефон трясу Вот Я не трясу телефон Бокер режим как-то сам с собой включился Я ничего не делал, если что Вот какие технологии должны быть в смартфонах Чтобы снимать фото и видео стало проще А не автофокус с искусственным интеллектом И предсказанием человеческих поз Однако есть и хорошие новости Несмотря на то, что телеобъектив Xperia 1 Mark 6 При всей своей технологичности Вышел объективно мыльненьким И он в сравнении с конкурентами Не тянет нормально Ни пейзажи, потому что детализация охреновая Ни портреты на расстояниях выше среднего Есть одна игра, к которой Sony в этом году подключились И не опоздали И это теле-макросъемка И прикол в том, что Sony не просто подключились к этой игре Они ворвались в тусовку с двух Стабильность Sony И что это такое? У меня нет никаких сомнений, что со временем С обновлениями все эти нестабильные моменты Sony обязательно исправят Потому что немыслимо, чтобы гаджет Предлагаемый в качестве замены камеры Для профессионалов Вел себя настолько нестабильно в штатных условиях Я вообще-то не на солнце сижу, а в тенечке сейчас И снимаю себе даже не на основную камеру в 4К60 А в 4К30 на фронталку Но в любом случае, возвращаясь к теме макросъемки на телеобъектив Которую сейчас на самом деле уже мало кого удивить Потому что много смартфонов на рынке умеют снимать макро на телеобъектив Дело в том, что Xperia идет на один шаг впереди рынка Вместе с Vivo X100 Ultra Снимая в 4К120 на этот самый телеобъектив И перед тем, как я вам это величие продемонстрирую Хотелось бы сразу пожаловаться, что у Xperia это реализовано Не настолько же удобно, как на Vivo И дело не в том, что на Xperia теле макро пока что доступно Только в режиме ручной фокусировки Это как раз таки правильное решение Поэтому в интерфейсе при макросъемке Главным инструментом является ползунок фокусировки Кому как не вам знать, где эта самая узенькая полосочка Резко изображаемого пространства Должна находиться Я и на Vivo-то снимаю в режиме ручной фокусировки У меня есть две других претензии К тому, как реализована макросъемка на телеобъектив Xperia И первое, это на текущий момент отсутствие контроля над экспозицией И балансом белого Потому что хотелось бы управлять яркостью и цветом Время съемки как фото, так и видео в макро режиме А во-вторых, и это гораздо более серьезная претензия Это стабилизация В 4К30 и 4К60 работает гибридная стабилизация Цифровая и оптическая А вот в 4К120, к сожалению, цифровая отключается И остается только посредственная оптическая Однако, при наличии прямых рук и вагона терпения На Xperia 1 Mark VI можно получать вот такие вот шедевры И все же, при прямом сравнении с Vivo X100 Ultra Видно, что маленький сенсор Xperia, к сожалению, не тянет И все же, не забывайте, что на рынке На текущий момент есть только два смартфона Которые умеют в 4К120 в теле макро И это Xperia и Vivo Поэтому даже второе место здесь Вполне себе победа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так процесс выглядит При съемке на Xperia 1 Mark VI Ручной фокус Вот так вот двигаем Стараемся поймать его Вот так, окей, хорошо Начинаем съемку Ловим фокус Фокус на самом деле двигается очень плавно Но его постоянно нужно ловить вот так Можно еще немножко зазумить Хорошо, что у меня здесь много света Но картинка немножко мыльненькая И экспозиция двигается без моего ведома Я не могу никак на нее влиять А так процесс выглядит на Vivo X100 Ultra Переключаемся на телеобъектив Здесь у нас и баланс белого можно Вообще все, что хотите, можно менять Включаем сразу ручной фокус Здесь он с приятными щелчками И с тактильной отдачей Но само движение фокуса не очень плавное Из-за того, что сенсор, естественно, гораздо более крупный У нас глумя резкости изображаемого пространства Немножко поменьше Смотрите, как он чистит усики Так, начинаем съемку И вот так вот можно зазумить Просто потянув за колесо Без необходимости лишнее растапать Такой же он чистюля Можно экспозицию поднять прямо здесь Инструментов больше, чем на Соньке Баланс белого тоже можно поменять При желании и при необходимости Баланс белого тоже можно поменять Оно моется Какая прелесть А вот он кушает Смотрите, как быстро Я уверен, вы никогда раньше такого не видели Смотрите, как он быстро кушает Это просто кошмар На корову похоже Если вы видели, как ест корова Вот это очень похоже Вот так вот кузнечки едят Кошмар Прикол Как вы сейчас Сами наверняка убедились На Сони можно снимать Потрясающе красивые вещи Вопрос только в том Что если эти вещи Сами по себе красивые То какая в этом заслуга смартфона Что они красиво получились Тем не менее Есть один серьезный недостаток Связанный с тем Что нет до сих пор Ручного контроля над экспозицией И балансом белого Но Сони и здесь выкрутились Из хороших новостей Если вы тапните куда-нибудь в кадр Появится вот таких вот два ползунка При помощи одного из них Можно делать светлее или темнее А при помощи другого Менять температуру Баланса белого И это очень и очень классная фишка На многих смартфонах Мне ее не хватает Но на Сони без нее Вообще невозможно нормально фоткать Потому что она постоянно холодит И вот сейчас Немножко сдвинув в сторону теплоты Мы получаем то Как я вижу картину глазами Вот так вот я на самом деле Вижу сцену глазами Немножко теплее Чем это делает Сони Можно посмотреть вот так вот Смотрите Теперь более приятная зелень Так вот она какая-то Слишком холодная Аналитически холодная Вот так вот она немножко теплее Вроде бы разница небольшая Но на самом деле Особенно если фоткать людей Это очень и очень заметно И вот на всех бы смартфонах Был в авторежиме Такой ползунок баланса белого Это замечательно Также здесь есть вот эти вот Дурацкие профили Абсолютно безвкусные На мой взгляд Никто не пользоваться не будет Не знаю зачем Сони их из поколения в поколение Продолжает пихать в свои смартфоны А вот где они пригодились бы Лично мне Так это в видеорежиме Чтобы в интерфейсе Появился переключатель цветовых профилей Нужно переключить с HDR на SDR Возвращаемся обратно И вот внизу у нас Теперь появился вот этот переключатель Кстати есть тактильная отдача При переключении цветовых профилей Не сказать что это прям киллер фишка Но на многих китайских смартфонах Этого реально не хватает Потому что не всем нравятся Насыщенные цвета Которые по умолчанию Из коробки на китайских смартфонах Во время видеосъемки Конечно в фоторежиме На всех смартфонах Можно переключать профили Но в видео По-моему только Huawei Кроме Sony Умеет в 4К переключаться Не помню насчет Samsung Но это действительно Очень важная и крутая фишка Потому что Зачем откладывать на постобработку То что можно сделать Прям в камере Это у нас обычный цветовой профиль По умолчанию Этот цветовой профиль Называется естественный В нем цвета Немножко более приглушенные Это у нас яркий И насыщенный цветовой профиль Действительно смотрится Немножко радостнее Этот цветовой профиль Называется фильм В нем немножко выбиты цвета Это ностальгия Здесь поднят уровень серого Смотрится странно на самом деле Это яркий гибрид По-моему насыщенного И ностальгического Вообще смотрится очень странно Прям максимально странно И синий тон Я бы наверное всегда снимал Именно в этом профиле Потому что он смотрится Максимально уместно Максимально естественные цвета И глядя на все эти крутые фишки Лично у меня просто не поворачивается язык Сказать, что у Xperia в целом плохая камера Тем более, что в прямых руках она действительно Может дать жару Сами посудите, возможность поменять баланс белого в авторежиме У кого-то еще есть Это реально очень сильно поможет вам сделать нормальный цвет Без необходимости лезть в Pro режим Это реально удобно В конце концов цветовые профили в 4К Действительно упростят многим жизнь Даже такая банальная вещь, как макросъемка Которая действительно сейчас у всех есть Но Sony делает на один шаг дальше И предлагает макросъемку на телеобъектив с 4К 120 И кроме Vivo сейчас реально больше никто так не умеет Это реально классные фишки, которыми можно и нужно пользоваться Это действительно передовые технологии Но блин, Sony прокалывается на мелочах У кого еще такая хреновая стабилизация на телеобъективе? Да ни у кого, это худшая стабилизация Когда весь видоискатель ходуном ходит Отвратительный звук на видеозаписи И это после того, как 7 лет назад Sony выпустили XZ Premium И я на него без дополнительных микрофонов записывал Первые ролики на этом канале И там все нормально со звуком Ну как вообще так можно? Перегревы, выпадение кадров И все эти косяки не мешают Sony позиционировать Xperia Как решение для профессионалов Кстати, я скажу, что профессионалы не сталкиваются с такого рода проблемами На любительских устройствах уже очень давно Последний смартфон, который так себя отвратительно вел Это был Huawei Mate 50 Pro на старте И с тех пор все уже давно изменилось Потому что обновлениями все эти проблемы там были исправлены Так вот, профессионалы, как известно, фоткают в RAVI Давайте с вами посмотрим, на что Xperia 1 Mark VI способна в RAVI На всякий случай напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Mark Fikterson Originals Где до того, как все это попадает в обзор Я делюсь первыми впечатлениями о гаджетах Я выкладываю там фото с этих всех сравнений, которые вы видели в этом обзоре Я выкладывал там эти равки Также у нас есть чат на более чем 1200 человек В котором мы обсуждаем все это И вот когда я поделился этими равками там У многих возникло непонимание Они начали сравнивать цвет в RAVI И делать на основании этого вывода, что один смартфон лучше или хуже другого Это вообще неправильно, потому что RAVI это... вообще для начала Это неправильно произнесенное слово сырохи на английском языке RAW Так вот, RAW или сырохи противопоставляется в данном случае запеченному И раз уж мы проводим аналогию с выпечкой То JPEG это как готовые печеньки На них конечно можно немножко намазать мед, масло Но вы не измените вкус самих печенек Вы не измените их форму Они уже готовы, запеченные, их нужно есть А RAW это как раз таки тесто Которое можно тянуть Из него можно сделать другую форму Его можно подсластить, подсолить И чем лучше этот самый RAW тянется То есть чем больше диапазон изменений до потери качества Тем лучше потенциал сенсора и оптики в смартфоне С чем мы сейчас вместе с вами и разберемся Слева у нас будут кадры с Sony всегда Справа кадры с Vivo Они у нас изначально были с разной яркостью Вот так вот выглядел кадр с Vivo И так выглядел кадр с Sony Я привел все к одинаковому виду И самое главное на что мы с вами будем обращать внимание На всех этих кадрах Это динамический диапазон Это количество информации Которая сохраняет смартфон В разнице между темными участками кадра И светлыми Посмотрите какие грязные тени на Sony В сравнении с тенями с Vivo Это сверхширкугольные объективы Здесь практически нельзя прочесть номер На Vivo он читается немножко лучше Плюс он здесь грязный Можно потянуть вот таким вот образом тени И видите, в принципе теперь все прекрасно читается С джпегом вы так сделать бы не могли Тянем теперь с Vivo И в принципе на Sony у нас кадр даже немножко светлее Потому что вот изначально кадр с Sony был светлее Sony экспонирует светлее Теперь чтобы выровнять яркость на Vivo Мы вот так вот тоже делаем И посмотрите В принципе одинаково В принципе да Такое ощущение, что на Vivo еще немножко грязнее Окей, хорошо В тенях в принципе Sony себя неплохо показывает Здесь конечно же очень много мусора Этот весь мусор можно подавить Идем вот в Refine Здесь я специально отключил шумодав Можно весь этот шум вот так вот загасить Видите, больше нет цветных точек Делаем здесь тоже шумодав Здесь тоже больше нет цветных точек То есть в принципе Есть материал для работы в тенях и здесь, и здесь Здесь какие-то тени более гладкие На Vivo тени более грубые В принципе окей, хорошо У Vivo не очень-то сильный ширик Я не буду спорить Теперь смотрим с вами в света А вот здесь вот как раз таки Vivo доминирует над Sony Посмотрите, здесь видна какая-то текстура На вот этой вот плитке Здесь есть информация о том, что вот здесь вот в светах было На Sony ничего нет И это при том, что я уже понизил света В минимум Если мы потянем экспозицию вниз Вот так вот То эта информация никогда не будет вытянута На Vivo, если мы потянем еще ниже У нас только станет еще более четкой вот эта вот плитка То есть Sony вообще не улавливает информацию в светах Это все просто выбито И это никак не восстановить Поэтому у Sony меньше динамический диапазон Это так называется И Sony постоянно с выбитыми светами Постоянно будет выбито небо Также качество оптики здесь можно понять Смотрите, здесь фиолетовые обводки На контрастных объектах на Sony На Vivo ничего подобного нет То есть оптика на Vivo На сверхширокугольном объективе Чуть-чуть чище Удивительно, да? Sony делает оптику Рассказывает нам про ЦАЙС Но у Vivo, которые не разрабатывают объективы Все гораздо чище А сейчас я вам покажу один неожиданный трюк Мы же все в курсе, что у Sony сверхширик имеет фокусное рассцение в 16 мм Так заявлено на сайте Sony Так подписана кнопочка сверхширика в интерфейсе камеры 16 мм Но если делать снимки в RAW То, заходя в режим кропа Мы увидим, что у снимка есть поля наверх Вниз Влево И вправо И таким образом, если эти поля задействовать То снимок будет примерно Равносилен 14 мм с Vivo Как минимум по длинной стороне По узкой стороне, конечно, видите Здесь вот меньше Здесь вот гораздо более широкое пространство Здесь вот примерно одинаковое То есть есть разница по узкой стороне Но по широкой стороне примерно одинаково с Vivo Поэтому на самом деле у Sony сверхширик имеет фокусное расстояние в 14 мм Просто они его обрезают до 16 мм И учитывая, что здесь каких-то особенно серьезных искажений нет Лично я узнал об этом Теперь всегда буду фоткать на сверхширик исключительно в RAW Потому что мне нравятся более широкие сверхширики Естественно, зачем эти поля должны пропадать? Надо их использовать Следующая пара Слева Sony Справа Vivo Как видите, масштаб отличается Потому что на Sony основной модуль у нас фоткает в режиме 12 мегапикселей А Vivo может выдавать 48 мегапиксельные снимки Это замечательно Но я вам чуть позже покажу У Sony есть тоже один туз в рукаве Смотрим снова сначала в тени Вытаскиваем тени вот таким вот образом Вытаскиваем тени здесь Видно, что здесь тени гораздо более чистые уже на Vivo Конечно, можно шумодавом пройти Я здесь специально его отключил, чтобы уровень шумов был виден Но видно, что, да, на Sony хоть цвет более яркий здесь, насыщенный Но на Vivo, в принципе, тоже это все дело можно исправить Давайте добавим яркости вот так вот Добавили яркости Можно немножко насыщенности бустануть И, в принципе, все у нас теперь примерно одинаково Да, конечно, нам еще по цвету отличия Можно баланс белого Вот это все можно ковырять Но прикол в том, что у Vivo просто снимок чище выходит, чем у Sony Чисто в силу того, что матрица крупнее Она захватывает больше света И теперь смотрим с вами в света Вот этот вот фрагмент кадра Здесь, видите, есть полоска Все-таки есть какая-то информация на Vivo На Sony все это просто убито Понижаем яркость Все до нуля понижаем И все равно не удается спасти эту информацию Вот мы делаем на Vivo то же самое Информация здесь есть Она здесь есть и в этом участке кадра, и в этом На Sony здесь все просто выбито И это основной модуль Sony То есть, в принципе, по детализации они сопоставимы Но, к сожалению, динамический диапазон стабильно на сенсорах Sony хуже, чем на сенсорах Vivo Поэтому в светах у вас постоянно будут выбитые белые участки Небо будет чаще выбитым Всякие света от фар, от фонариков, луна А все вот, что касается ярких участков кадра, на Sony будет просто хуже, чем на Vivo на уровне сенсора И с этим можно справиться только алгоритмами, которые на Sony, к сожалению, тоже китайцам уступают Следующая пара это 48 мегапикселей с Vivo и 12 мегапикселей с Sony Но в данном случае это 48 мм, это двукратное приближение То есть Sony позволяет снимать с двукратным приближением В то время как на Vivo мы можем просто приблизить кадр до того же самого масштаба Без необходимости в какие-то дополнительные режимы влазить Смотрим на детализацию И здесь такое ощущение, что у Vivo, даже несмотря на то, что это не какой-то там выделенный режим Все равно на исходном снимке деталь просто лучше Смотрим на вот эту вот полосочку, здесь все получше Смотрим на отражение на вот этой вот металлической рамке Она на Sony чуть мыльнее Смотрим куда-нибудь еще Вот допустим здесь вот в тенях логотип этого бренда, выпустившего мопед Здесь на Sony все тоже немножко хуже Можно конечно поднять яркость вот так вот Посмотрим на этот логотип, подняв яркость И я бы не сказал, что Sony здесь в чем-то лучше Ну действительно просто мыльнее Поэтому на Vivo можно просто делать 48 мегапиксельные снимки И с них вырезать потом центр кадра Получится не хуже, чем на Sony Здесь вот опять чуть большая насыщенность на этом синем знаке на Sony На Vivo он немножко зеленит Но на Vivo всегда чуть больше зеленых вот такой вот налет Можно добавить красного Можно чуть сделать потеплее Насыщенность добавить И получится почти то же самое Я не буду сейчас вам демонстрировать, чтобы это доказать Те, кто с рамами давно работают, об этом знают То есть рам спокойно тянется по цветам Но вот потерянные в цветах участки кадра Которые на Sony это вот просто болезнь Уже ничего с ними не сделать Здесь конечно именно из-за того, что я направил камеру больше на этого мотоциклиста Это по-моему женщина Вот эти вот участки оказались тоже выбиты Но посмотрите на детализацию Здесь хоть что-то видно На Sony это все просто каша Это просто каша Можно немножко попробовать потянуть вниз И все равно видно, что на Sony информации в цветах меньше, чем на Vivo Ее просто меньше Вот здесь все тоже выбито Выбито, выбито, выбито Все просто белое пятно Это у нас телеобъективы 85 мм в эквиваленте На Sony 12 мегапикселей На Vivo 48 мм Поэтому молодой человек получается крупнее Самое первое, что лично мне бросается в глаза Это разница в размытии заднего плана У нас относительное отверстие диафрагмы примерно одинаковое И здесь, и здесь Но на Vivo сенсор гораздо крупнее И поэтому абсолютное значение диафрагмы больше на самом деле Поэтому у нас получается больше боке Можно, конечно, с терминологией спорить Но в любом случае на Vivo боке у нас гораздо интереснее Тут даже есть некоторые зайчики на заднем плане Теперь смотрим на этого молодого человека Вытянем его из теней Вот так вот фигак, фигак, фигак Смотрите, какой чистый получается снимок на Vivo Смотрим поближе Вот это вот, смотрите Шумов практически нет на его лице Теперь смотрим на Sony На всякий случай зазуем до такого же масштаба И вытаскиваем его из теней Вот это вот потенциал сенсора Sony Днем Обратите внимание на чистоту на Vivo И вот эти вот артефакты на Sony Вот у нас волосы Вот это вот красное Это хроматические аберрации называется Хроматические Слева у нас красные Справа зеленые На Vivo у нас чуть-чуть видна зеленая каемка Но это вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что у нас выдала Sony Смотрим также на руки Здесь есть зеленые хроматические аберрации Никак, потому что вот на фоне, прямо за этими руками Сильно выбит участок с белым светом Да, у нас будут вот такие хроматические аберрации Но на Vivo они более-менее вменяемые Вот эти вот зеленые полосочки На Sony снимок просто в мусорку Здесь вот у нас аберрации На проводах аберрации На коленке аберрации И вот это вот все, это просто кошмар Вот это вот потенциал сенсора Sony днем И Sony и Vivo имеют эквивалентное фокусное расстояние телеобъектива 85 мм Но если вы хотите зумить дальше, то есть 170-200 мм Sony и Vivo предлагают нам разный подход На Sony у нас оптический зум И работает он вот таким вот образом Оптика просто двигается Вот фигак-фигак И просто двигаем оптику внутри объектива И получаем другое фокусное расстояние То есть у нас меняется фокусное расстояние Оно становится длиннее И за счет этого мы получаем больший зум А на Vivo у нас телеобъектив оснащен сенсором на 200 мегапикселей К сожалению, RAW у нас только 48 мегапиксельные Но если вырезать середину из этих самых 48 мегапикселей Получается 12 мегапиксель эквивалентных 170 мм И как раз таки до 170 мм оптически Sony и зумит То есть там объектив вот так вот двигается от 85 до 170 мм Вот таким вот образом Сейчас мы посмотрим, какой из этих подходов лучше Слева у нас 170 мм и 12 мегапикселей от Sony Справа у нас 85 мм, но в 2 раза больше мегапикселей На самом деле в 4, но в 2 Смотрите, это у нас 100% масштаб на Vivo А это 100% масштаб на Sony И они совпадают по полю зрения Но не по четкости Не по четкости Смотрите, какая четкая картинка с Vivo Насколько хорошее отделение переднего плана от заднего И насколько все мыльно на Sony И вот это вот потенциал, в который нам предлагается поверить Конечно, с прямыми руками можно фоткать и на вот такую вот мыльную оптику Можно получать художественные шедевры Никто вам не мешает снимать красивые вещи на мыльную оптику И получать хорошие кадры в итоге Но потенциал решения от Vivo гораздо выше Посмотрите на четкость Здесь вот эта вот гайка, болт, я не знаю, что это такое Но вот оно прям четко Здесь мыло какое-то Смотрим вот на нижнюю вот эту вот штучку На нижнюю декорацию На Vivo тоже все четко Есть даже блик вот этот красивый Я даже не буду пытаться тут тени, света тянуть Потому что это бессмысленно Просто видно, что на Sony, вот смотрите Смаз какой-то, просто на ровном месте Это все огрехи оптики На Vivo ничего подобного нет Прям идеальный телеобъектив Вот так вот мы с вами вкратце пробежались По потенциалу камер Sony В сравнении с Vivo на дневных сценах А что насчет ночных снимков Давайте с вами посмотрим на сверхширики Это слева Sony, справа Vivo Видно, что на Sony у нас угол обзора не такой широкий, как на Vivo Давайте откропим обратно до положенных нам 14 мм И так придется делать каждый раз на снимках со сверхшириков И в первую очередь лично мне бросается в глаза Что на снимке с Sony почему-то расфокус Я не знаю, почему получился расфокус Давайте с вами посмотрим на Exif И вот на Sony у нас 1,6 На Vivo почему-то Exif не отображается Косячок, косячок И это вот хваленый автофокус по глазам На сверхширике промазал То есть на Sony нам даже в про-режиме Фоткая в RAVI придется ночью наводиться на резкость На сверхширике руками, чтобы не промазать Это, конечно, облом Давайте еще посмотрим с вами на засветки Понижаем экспозицию на Vivo Понижаем экспозицию на Sony И получается, что вот на Sony Вот такие вот у нас контуры некрасивые На Vivo этого нет Качество оптики, конечно, говорит само за себя Дальше я не вижу смысла заострять внимание на этих кадрах Потому что здесь и так все понятно Давайте с вами посмотрим лучше на кадры Где больше преимущества Sony все-таки видно в конце концов И такие есть Это вот у нас тот же самый, значит, райончик Посмотрите на вот эти листочки На Sony гораздо больше детали Давайте с вами шумодав накинем На Vivo накидываем шумодав Раз, два Накидываем шумодав на Sony Раз, два И вот теперь у нас осталось больше деталей на Sony К моему превеликому удивлению Посмотрите, какая четкая картинка на Sony Какая у нас мыльная картинка на Vivo Это вот тот самый случай, когда я удивлен Потому что, да, здесь видно преимущество по детализации И при этом у нас ISO, смотрите, 2000 На Vivo точно ISO не меньше Но в любом случае, удивительно, да Можно получить больше деталей ночью на сверширике с Sony Это прикольно Кстати, забыл откропить снимок Давайте откропим его вот так вот, чтобы получить Конечно же, положим нам 14 мм Убираем ограничения на соотношение сторон Вот так вот Сюда, сюда Но, конечно же, по динамическому диапазону Sony все равно проигрывает Vivo Посмотрите, вот на вот эту вывеску На Sony она вся пересвечена На Vivo хотя бы немножко Но есть детали больше здесь Также вот эти вот моменты Смотрите, на вот эти вот Балюстрады, или как они называются Балкон, короче, да На Sony здесь все просто выбито Ну и, конечно же, по цвету их, конечно, можно сопоставить Давайте сделаем снимок с Sony чуть более теплым Вот так вот, видите? Спокойно все примерно можно сравнять Красного накинем Ну, примерно одинаково теперь То есть цвет на самом деле не проблема Его можно сравнять Таким образом мы с вами установили, что сверширик Sony В принципе, очень даже ничего Несмотря на хроматической аберрации На то, что динамический диапазон немножко уступает конкурентам Но в целом он, в принципе, на уровне конкурентов Давайте с вами теперь посмотрим на основные модули Это у нас та же самая сцена Снята на основные модули Слева Sony, справа Vivo, как всегда Зазумим с вами до 100% И опять видно, что на Sony у нас пересвет Посмотрите, вот на этот логотип Здесь, в принципе, угадываются очертания китайских хирурграфов Здесь нет Опять же, засветки на вот этих балконах На Sony все гораздо хуже Приведем к одному цвету Давайте немножко сделаем на Sony вот потеплее Вот так вот теплее И немножко в красный Получили примерно тот же самый цвет Как я и говорил, разница в цвете правится буквально вот на раз-два Также вот этот вот логотип Он тоже здесь практически выбит Здесь видно конкретно оранжевый цвет Вот в таких вот мелочах Sony, к сожалению, уступает Смотрим с вами теперь на деталь Здесь у нас, видимо, не попал в гриб вот этот вот лист пальмы В принципе, в целом, я бы сказал, что единственное, в чем Sony прям заметно уступает Это динамический диапазон Это прям реально обидно Но эту разницу, на самом деле, учитывая толщину корпуса Я бы не стал называть победой Vivo над Sony Потому что, ну вот честно, посмотрите Уровень детализации примерно одинаковый Кроме небольшого уступания в динамическом диапазоне В принципе, Sony держится очень и очень бодро Давайте с вами потянем тени, чтобы посмотреть потенциал сенсора Берем вот так вот тени и начинаем тянуть их вверх Что мы вытянули из теней на Vivo и что мы вытянули из теней на Sony Я бы сказал, что у Sony здесь даже немножко насыщенность выше Неплохо, очень неплохо Потенциал основной камеры у Sony восхитительный Теперь смотрим с вами на портрет На Sony опять у нас все слишком зеленое Давайте немножко зазуем и приведем цвет к тому, что у нас сделал Vivo Vivo немножко закраснил, поэтому мы немножко сделаем холоднее И чуть-чуть добавим красного Вот так вот это выглядит, на мой взгляд, немножко более натурально А на Sony у нас все слишком зеленое Сделаем немножко более красным И немножко сделаем потеплее Хотя на Vivo теперь тоже слишком все красное Вот так вот, примерно одинаковый цвет получили Хорошо, давайте посмотрим с вами на детальку В принципе, одинаковый уровень детализации, я бы сказал Примерно одинаковый уровень размытия заднего плана Хотя такое ощущение, что на Sony он немножко даже больше размыт, чем на Vivo Удивительно, да, при меньшем-то сенсоре Очень неплохая у нас получилась сцена Давайте с вами потянем тени Тенем здесь, тянем здесь И такое ощущение, что на Vivo даже больше шумов, чем на Sony Удивительно вообще, да? Странно, очень странно Хотя это у нас, нет, это 12 мегапикселей, да Это 12 мегапикселей у нас выходит снимок И давайте с вами еще теперь потянем экспозицию вниз Чтобы посмотреть на динамический диапазон Тянем экспозицию вниз, вот так вот Тянем вниз И получается, что, несмотря на то, что у нас здесь лучше деталь в тенях Экспозиция все равно показывает, что все-таки динамический диапазон на сенсоре Vivo получше Здесь, вот видите, мазня здесь А здесь у нас все, в принципе, четко С этим, конечно, придется работать Но учитывая, что на Sony легко тянутся тени Можно немножко занизить экспозицию, чтобы вот это вот уместилось в динамический диапазон И потом вытягивать тени В принципе, нормально Действительно, я удивлен, потому что при вот такой вот разнице в толщине корпусов Потенциал камеры Sony при меньшем-то сенсоре практически не уступает потенциалу камеры Vivo Это действительно очень круто Тут я отдаю инженерам Sony должное Инженерам или инженерам В общем, поправьте меня в комментариях Основной модуль действительно получился очень годным А мы переходим с вами к телеобъективам Слева, как всегда, Sony, справа Vivo Это у нас 12 мегапикселей и здесь, и там И сразу видно, что на Sony у нас и боке гораздо меньше И шумов гораздо больше Давайте с вами просто прибавим тени вот так вот на Vivo Смотрите, появились вроде шумы, да? А теперь тянем тени на Sony И вот это материал, из которого просто ничего уже сделать толкового нельзя Здесь у нас даже видна фактура этой рубашечки Здесь текст какой-то виден на книге Это все просто каша из шумов на Sony Это снимок в мусор, с этим реально даже с прямыми руками сделать ничего будет нельзя Ни ручные настройки не помогут Ничто не поможет, потому что это просто сенсор слабых У него ужасное соотношение сигнал-шум И с этим сделать ничего уже нельзя Точно то же касается и динамического диапазона Здесь, к сожалению, нет никаких засветок, чтобы я вам продемонстрировал это Но это просто мусор Вот с Vivo еще можно что-то делать С Sony сделать уже ничего нельзя Ну и, конечно же, боке Здесь вот листочки на фоне приятно размываются Здесь все четкое Конечно, есть некоторые боке Но это далеко не то же самое, что на Vivo Ну и на всякий случай посмотрим с вами на пейзажик Это тоже 85 мм Я здесь специально поставил ISO 400 Чтобы у нас хоть как-то исправить ситуацию с шумами Здесь все в полном авто Опять же, цвет на Vivo из коробки мне кажется чуть более приятным Sony, как всегда, захолодил Давайте исправим эту ситуацию Делаем теплее Вот как-то так И добавляем красного Слишком много Ну вот так вот, да? В принципе, теперь одинаковый цвет Смотрим с вами на детальку На Vivo деталька гораздо лучше Просто вот день и ночь, как говорят, да? Это несравнимый уровень просто Vivo Я не знаю, как сказать Вот это тоже... Да даже вот эти вот маленькие штучки здесь видны На Sony все просто в кашу Если основной модуль Сверширик на Sony еще, в принципе, конкурентоспособный То потенциал телеобъектива абсолютно никакущий Ну и в качестве бонуса хотел продемонстрировать вам одну особенность перископических телеобъективов У них квадратная боке И это очень классная фишка Которую, конечно, можно повторить на полноценных камерах Но очень сложно И лично мне это нравится Потому что это выделяется на фоне того, что можно получить на традиционные камеры Давайте с вами посмотрим Слева снимок с Sony, справа снимок с Vivo Видно, какой чистый снимок с Vivo И какой грязный снимок с Sony Но, тем не менее, боке у нас тоже квадратной формы Вот эти зайчики замечательные Давайте с вами немножко попробуем накинуть шумодав Чтобы хоть как-то исправить ситуацию с шумами Накидываем люматические, хроматические шумодавы И теперь видна вот эта вот грязь Вот эта вот зернистость И, если честно, я, конечно, не против зернистости Потому что лучше зерно, за которым видна фактура Чем мыло, за которым вообще ничего не видно Но, тем не менее, в сравнении с тем, какая чистая картинка на Vivo Это просто мусор Однако, все равно видны вот эти замечательные квадратные зайчики боке И вот я еще одну сделал сцену Чуть поближе поднес к этому листочку камеры Чтобы было вот чуть получше видно вот это боке Видны вот эти замечательные зайчики Давайте и здесь тоже шумодава на максимум прибавим Теперь у нас остались только вот эти вот разводы от шумов Конечно, классная боке Но Оли Нильсон говорил, что Sony это боке-машина Вот, ребята, боке-машина Вот такая вот странная получилась Xperia 1 Mark 6 С кучей абсолютно инновационных, совершенно уникальных решений Но при этом прокалывающихся на мелочах Самый нереальный в мире оптический зум в тонком корпусе При этом с отвратительной стабилизацией и мыльной оптикой Самый яркий экран на рынке Но при этом с низким разрешением и абсолютно нереальным шимом Громкие динамики, в которых голос звучит как из бочки Мощный аудиовыход, но по детализации звука Уступающий некоторым конкурентам В конце концов шикарные аксессуары, которых нет больше ни у кого Но при этом без экосистемы, которые есть у абсолютно всех С кучей уникальных приложений, которых нет ни у кого Но при этом банального диктофона в этой Sony из коробки, блин, нет И вот в этом вся Xperia Путь, блин, самурая Спасибо и на том, что оставили этот замечательный разъем для флешек Который все еще можно извлечь пальцами Но, к сожалению, многих фишек, которые мы раньше видели в Xperia Здесь уже нет С прошлого года здесь нет светодиодного индикатора событий Хотя вот зажопили этот самый светодиод за полтора доллара В конце концов, кому он там мешал Рамки-то достаточно широкие, чтобы он туда поместился Обидно, что теперь нет динамической вибрации, которая раньше была Вроде бы ненужная фишка, но приятно, что она была И можно было ее при необходимости включить И ее теперь больше нет Что они выпилят в следующий раз? Остается только гадать На этом у меня все Увидимся с вами в следующем ролике И после титров вы увидите еще результаты синтетических тестов Если это кому-то интересно Пока! Субтитры сделал DimaTorzok